привет друзья сегодня я предлагаю порисовать вместе со мной вот такую вот иллюстрацию референс здесь мы рисовать море которого нам всем так не хватает давайте начнем я рисую в своем морском спичпуке который вы наверняка уже видели я вот здесь вот прикреплю изображение чтобы нам удобно было сверяться надеюсь все хорошо видно ну давайте приступим что нужно для начала нужно сделать набросок в карандаше карандаш вот так и набросаю примерно все эти волны и очертания облаков да это очень супер и когда изображение находится в настолько близко переносить просто невероятно просто даже линию горизонта и не горизонта делаем чуть повыше чем центр чем центр листам для того чтобы визуально отделить но она не делила пополам лист я нужно либо выше либо ниже делать соблюдая правила третей дальше ну давайте прорисуем небо здесь такие в общем проглядывает закат сквозь или рассвет может быть как то можно интересно по фотографии отличить закат от рассвета прорисуем здесь этот кусочек можем сделать вы больше не обязательно вот мне кажется что он интереснее интерес смотрится мне хочется увеличить элемент так здесь рисуем какие-то облака формы повторять тоже совершенно не обязательно можно просто вдохновляться что тут есть облака и рисовать придумывать свои какие-то формы вот ну и вот здесь вот в общем потом они уходят чистое небо вот таким образом здесь будет облака вот так теперь нужно показать нам наше море здесь я вижу вот волна 1 она очень рельефная и от нее больше всего самый темный участок здесь будет нам нужно указать на эту волну показать ее она получается почти параллельной линии горизонта немножко увидеть ближе к нам этот ее край ну и конец ее примерно вот так и здесь у нас ходит на нет вот то есть вот эта часть а будет в тени показывать стряховку что потом не забыть дальше я рисую вот этот пену получается здесь она еще только начинается здесь похоже это уже предыдущая волна и она разбилась в пену здесь я показываю пену таким образом тоже могу заштриховать что потом не забыть что здесь сам делепен и нужно показывать еще рельеф вот и вот самой пену чтобы не забыть его маркерами оставить так дальше здесь рисуем уже ближнюю волну вот эту которая тут наверное самая основная на прорисовываем пену также с какими донированными краями потом здесь мы видим что волна как бы ну вот образует дугу и нам нужно показать это то есть здесь будет как бы такая прозрачная она чуть светлее а под ней будет тень здесь мы рисуем вот таким образом дальше у нас идет вот здесь вот еще одна волна она конечно сливается так достаточно с фоном но мы ее все равно тут распознаем возможно мы ее покажем более четко так это здесь будет пена можно показать из какие-то пятна вот здесь можно нарисовать тоже пену вот это вот чтобы потом обойти маркерами и оставить более светлым участок так 10 мне кажется сильная загнула надо ее поровнее здесь какие-то проблески воды под пеной тоже мы их можем указать и здесь вот нужно прорисовать структуру вот этой вот пены тоже такими чем дальше от нас тем получается эти проблески они более плоские чем ближе к нам тем они становятся более какими-то округлыми вот здесь вот можно сначала указать какие-то общие пятна а потом прорисовывать детали после того как мы сделали карандашный набросок нужно взять клячку или что-нибудь на подобе этого не знаю клячка по моему это самое удачное что только есть для этих целей и убрать нужно карандашный слой потому что как только мы покрываем карандаш маркером он перестает стираться здесь рисунок довольно нежный и нам нужно прямо максимально максимально убрать карандаш чтобы он не просвечивал из-под маркеров наших вот таким образом то есть чтобы еле-еле остались начертания чтобы еле был различим этот контур который мы сейчас нарисовали ну и конечно чтобы был различим чтобы мы помнили что там далее я подобрала набор маркеров потом я сделаю палитру из всего что я тут использовала пока я не знаю что я буду использовать но пока что у меня вот вот столько подобралось маркеров для этой волны так что давайте приступим так и нужно подложить мне еще какую-то бумажку обязательно листок чтобы маркеры не прошли на следующий слой не запачкали мне следующий листок ну и так вот у меня есть листочек на котором я буду показывать и пробовать маркеры что для начала сделаем давайте для начала начнем с неба она попроще она кажется таким более однотонным для него отличный цвет отобой 94 он просто такой очень нежный очень прозрачный не очень всегда подходит для этого неба поэтому можно им прям вот так вот эти и заливать все что мы видим темным все что мы видим таким вот облака здесь вот все облака которые мы видим теперь можно показать во первых что здесь сквозь облака просачивается видно розовый закат для этого у меня припасен r53 вот и его я могу добавить в небо вот прямо поверх нашего голубого чтобы он вроде как просвечивал сквозь это небо и получается такой фиолетовый оттенок поняла что не хватает желтого нам желтый надо прям какой-то слишком очень светлый желтый я думаю это оттенок white 75 champagne его мы добавляем вот сюда в самый самый светлый участок где будет яркое солнце и можно добавить еще вот сюда в участке сверху между облаками чтобы показать что небо там не белое немного желтое вот так и розовый цвет снова можно его давайте перемешать желтым вот так дальше видимо у нас она пока очень светлое и нужно добавить какого-то более темного темного цвета более темного и более сложного возможно это будет слишком темный сейчас я его поищу вот биджи 54 называется марбл вот он я думаю нам тут на луфте пригодится в частности вот здесь добавляем этот цвет чтобы сделать небо более грузным таким более вечерним и цвет чтобы сделать более сложным ну и оставим пока небо в покое мы сделали первый слой и продолжим теперь уже море рисовать так вот здесь вот где-то далеко прямо примерно тоже цвет который у него он переходит в море поэтому я беру б-94 и продолжаю делать плавный переход море вот и начиная с вот этой волны цвет уже меняется здесь не надо делать помню тень для тени есть у меня вот такие вот яркие насыщенные цвета такое такое но мне пока страшно их водить потому что они кажутся слишком яркими на нашей сейчас пока что не яркой работе поэтому давайте просто обозначим что у нас там тень просто каким-то темным оттенком например вот б-53 с помощью по веса 3 добавляем сюда вот тень кажется мы видим что как бы не попадаем в оттенок но ничего потом мы поверх наложим другой более подходящий вот просто чтобы не делать слишком ярких 5 сейчас так вот здесь вот дальше тоже этот цвет под волной под дальний вообще этот цвет наверно хорош будет как раз таки для неба потом чтобы сделать его темнее так ну и ладно давайте поищем у меня есть вот такой g163 он более зеленый да давайте его им продолжим здесь ввожу его тот цвет который мы нарисовали уже смешиваю их и продолжаю дальше продолжаем до этой волны которая у нас на переднем плане показываю вот эти получается показываю этим цветом обвожу пену и делаю пены рваные такие границы вот вот дальше здесь можно тоже его пока добавить потом затемним просто ввожу вот здесь пену обозначаю что у нас здесь у нас будет таким вот образом здесь будет дальше пена вот так вот так вот так еще здесь можно показать на переднем плане уже вот проблески воды из-под пены я их показываю тоже этим цветом но просто намечаю где что будет у нас при помощи этого маркера вот так вот так вот таким образом и дальше мне нужно прорисовать передний план наметить будущее просвет получается вот пеной здесь будет песок для песка переднего плана мне нужен бр-13 овсянка и я показываю вот эти части такими пятнами рисую здесь прозрачность воды показываю вот кажется это так называется я показываю прозрачность воды вот вот рисую хаотичные такие вот движения но я вижу что здесь вот этот диагональ я пытаюсь тоже повторить то есть волна пришла и она уходит и остается забирает с собой какую-то пену но она пришла по какой-то траектории уходит по той же траектории и видимо она приходила по диагонали и вот поэтому мы здесь видим такую четкую диагональ и и потом вот в этих пятнах нам нужно будет реализовать градиент от вот этого яркого оранжевого который близко к нам расположен до вот этого вот голубого который дальше нас то есть чем дальше от нас вода тем голубей становится она толще и мы их будем смешивать эти два цвета между собой вот как я уже 10 показываю так ищем какую-то логику в том как рисовать пену то есть это пятна между собой они разрываются тоже кусками пены не обязательно повторять все как на референсе можно придумать свои какие-то пятна можно подсматривать какие-то элементы на референсе главное ловит суть как они по какому какому по какой логике они там рисуются эти пятна ну вот примерно так будет выглядеть пена и прозрачность воды мы показали и теперь еще нужно показать нам рельеф у пены объемы пены то есть она не белая белая пена может быть останется только вот где-то вот здесь вот вот здесь она вся в тени и нам нужно тоже ее закрасить чем-то чем это самым-самым светлым серым я думаю угры 8 да и мы проходим во первых сначала покажем те места тетей течение которую мы видим то есть она находится у нас под волной какой-нибудь вот например волна и под ней обязательно будет тень нарисуем ее и обозначим что здесь у нас волна вот здесь точно так же мы унесем тень все вот это вот переднюю часть пены прямо вот таким вот образом лишимся белой бумаги стриховку выполняем горизонтально лучше горизонтально потому что пена располагается у нас горизонтально и мы этой штриховкой как бы нашими мазками маркерными показываем текстуру направления этой пены маркер у меня заканчивается к сожалению но у меня есть еще один у меня есть еще маркер cg7 это чуть-чуть темнее он будет вот такой я сейчас наверное продолжу как раз мне нужно более темные участки было показать ну и в целом cg8 наверно слишком был светлый даже для этого вот таким образом ну и вот эта часть она тоже у нас вот так что делаем дальше я бы показала еще вот здесь текстуру для получается это горизонтальная плоскость такая воды и она получается вода перемешанная с пеной и она горизонтально отражает небо примерно такого же цвета как небо она будет поэтому возьмем этот цвет биджи 54 и такими горизонтальными линиями покажем что здесь вода и она перемешку с пеной добавим такой текстуры красиво есть работа здесь удобнее и можно прям вот нажимать и делать такие красивые смотрите волны прям показывать как будто бы прям текстура волны сразу создается в этой волны можно тоже показать небольшой объем таким вот образом заштриховав ну как бы показав вот эти брызги брызги тени на брызгах вот так вообще этот цвет его можно добавить повсюду он не серый он какой-то серо-зеленый и он очень сюда подходит мне кажется прям вот идеальный цвет чтобы добавлять его белый какой-нибудь бело-зеленый как раз жаль у меня маркет заканчивается ну вот я думаю на первый этап заливка готова и можно продолжать допустим можно найти цвет который будет у нас отвечать за вот этот вот яркий яркий голубой я для этого приготовила наверное будет аква вот такой цвет очень яркий но давайте рискнем добавим его сначала я вот начну отсюда с вот этого вот тени добавлю его сюда и продолжу ниже он такой полупрозрачный поэтому не сильно будет ярким он и в конце концов все яркие цвета их тоже можно размыть какими-то более не яркими цветами и сгладить их яркость но вот тут как раз на референсе волна такая очень яркая и мы ее можем как раз в той же степени сделать яркой у нас с помощью этого маркера аква б 12 здесь под волной и вот здесь вот я еще вижу над 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 пеной вижу вот здесь вот что есть тоже такой гребень у этой волны из этого цвета вот таким образом я его показываю здесь тоже можно ее залить а потом блендером высветлить пену которая вот здесь проступает может даже блендер не понадобится ну вот и надо плавно переехать сделать в общем такие еще полосы до волны этим же цветом прорисовать чтобы этот цвет плавно перетек тоже градиентом в более спокойный так можно его добавить здесь направлении уже будет более зеленоватый потом его чем-то еще перекроем самый голубой цвет получился у нас вот тут так ну и вот теперь мне не страшно уже в этот темный темный цвет добавить добавить яркого темного здесь вот не страшно затянуть после того как мы добавили вот этот яркий голубой то есть я имею ввиду вот теперь вот этот вот цвет который был у меня это было уже как назывался наверное это был персиан green b30 а вот он вот его не страшно мне уже внедрить вот в эту вот самую яркую на нашей иллюстрации тень вот смотрите уже не так бросается он в глаза кажется что он на своем месте кисть очень удобно в данном случае я прям давлю на нее выдавливаю из нее чернила не впитываются в бумагу и делают такие вот небольшие разводы что очень красиво смотрите и вот здесь нужно под водой пеной тоже добавить такую полосочку из темного темного цвета чтобы немножко выдвинуть вперед эту волну то есть тень потом мы образуется и вот мы ее показываем ну вот и здесь тоже можно этот цвет добавить каких-то местах под нам где мы видим тень которые мы хотим сделать более контрастными вот таким образом так ну все мы видим теперь больше контраста больше цветом теперь можно затемнить вот эти ближние участки которые мы теперь кажется слишком светлыми так во первых можно нарисовать их более зелеными те что находятся поближе подальше от нас можно рисовать более зелеными ну вот примерно таким образом и еще этим цветом bg 163 можно сделать более контрастными более цветными вот эти вот волны которые мы нарисовали на горизонтальной плоскости и не делать переход в эти волны из ярко-яркого голубого также мы создадим им фон для вот этой вот волны передней которые на переднем плане вот таким образом дальше можно добавить еще цвета для ближнего для ближнего песка попробуем тот же бр-13 но думаю нам нужно что-то более более оранжевая более контрастная более насыщенная есть у меня вот такой цвет попробовать им r114 персик вот таким образом теперь мне хочется показать больше теней во-первых затенить еще больше вот эту пену во-вторых добавить тени для на пене которые вот это рельефная можем взять цвет который всегда вручают в 14 светлый светлый фиолетовый и начинать прорисовывать во-первых падающие тени подчеркнуть снова этим цветом все что горизонтальной плоскости вот таким образом граница и прорисовывать какой-то рельеф на этих волнах на пене вот так и снова я беру simple grey 8 и затемняю 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 все что вот здесь вот у меня близко находится всю пену чтобы она была не белой и на пене делаю такие тоже рельефы то есть какие-то пятна делаю показываю пятна что она у нас не лежит сплошным пластом а она тоже рельефная то есть чтобы она не казалась пластиковой какой-то да нужно показать у нее что есть какие-то тоже выпуклости в пуклости поэтому я добавляю таких вот пятен продолжаю добавлять объема на пену на все что белая она вся не белая вот эти вот светлый маркер как раз позволяют нам показать что передать объем белых вещей белых элементов на работе ну вот таким образом теперь давайте вернемся к небу и сделаем его более темным вот в этой его части я говорила что для этого отлично подойдет цвет в 53 вот мы его сюда и введя на нижнюю часть неба добавляем оттенок по 53 если маркер достаточно заправлен то будет более ну будет хороший такой переход ну его будет легко нанести в один будет легко нанести без однотонно так таким одним полотном у меня недостаточно заправлен маркер поэтому получается такое не совсем равномерное небо но я потом это могу исправить с помощью блендера или какого-то более светлого оттенка дальше намечаю у облаков этим маркером низ вот так как облака низу получается чем солнце то они снизу темнее будут и я намечаю маркерами эти маркером низ облаков здесь нужно выделить вот этот белый светлый участок чтобы он начал светиться нужно вокруг сделать темные облака как мы это видим на референсе то есть он светится в этот участок потому что вокруг все такое темное что мы сделаем дальше можно вот во первых вот здесь вот эта часть она должна быть более темной я возьму нашу акулы 12 и добавлю здесь вот цвета потому что здесь пена она прозрачная и вода прозрачная таким образом на и доходя до краев и можно еще сделать более плавный переход вот здесь вот и показать пену можно сделать более какой-то из его как-то более в общем больше это пену рисовать чем есть на самом деле хочу показать еще вот эти вот я более ярко участке чтобы они были ближе к нам для этого возьму g161 тут их прорисую так теперь вернусь к g163 и продолжу добавление вот этого вот рельефа вот здесь вот нужнее вот здесь вот начну их более детально прорисовывать более делать контрастными добавить цвет сюда нужно так такими продольными мазками как бы показываю воду гладь воды и текстуру я здесь работаю с помощью белота но лучше бы это было кисть конечно кистью бы получились более живыми такие линии ну вот этот участок тоже бы его сделать он еще дальше от нас поэтому там будет не так вот здесь мы были показывали волны на большем расстоянии в общем менее нечастые были более крупные здесь они более должны быть сплюснуты друг у другу вот и здесь можно еще показать этим же цветом полную саму тени на волне и вот здесь можно показать что волна падает то есть этот гребень немножко видно то есть гладь воды мы рисуем горизонтально горизонтальными штрихами гребень рисуем вертикальными штрихами вот так ну я бы еще добавила здесь серого цвета что у меня есть кугрей вернее пл игрой биджи 93 он такой серо-бежевый цвет и вот его можно сюда повредить здесь его прям видно чтобы показать чем что волна чем ближе к берегу она тем больше включая себя песка цвета песка вот так теперь вспомним каким цветом рисовали изначально небо это был был такой я светлый сверло синий с буду в 10-4 цвет пригодится нам или переднем плане тоже потому что небо отражается в пене повторяет цвет небо и добавляем его тоже в пену пену у нас просто уже содержит все цвета которые только может и это здорово потому что она белая поглощает она все вот эти вот цвета тени можно повторить опять под падающие тени под полными скриневшимися ну и вот эти вот то о чем я говорила делаем пятна на этой пене чтобы показать ее рельеф и вот здесь вот хорошо видно что это волна она тоже вся испещрена такими тенями что она бурлит тени рисуем такими движениями круговыми вот таким образом теперь у меня есть такой цвет аж ясень аж ясень или нет даже это грейтинт будет биджи 92 и он отлично подходит как раз таки для того чтобы наконец разобраться вот этими вот песчанными проблесками из-под пены да и вот я их аккуратно обвожу ну как аккуратно обвожу а просто вот прорисовываю вот этим цветом поверх уже делаю более контрастными красными так ну вот что у меня получилось что еще я хочу более ну проработать вот эти вот места они у нас ближе всего в эти волны нам нужно сделать его прямо такими бурлящими беру снова цвет g163 я вижу что вот здесь вот допустим я добавила его и у меня получилось она такая живая прям полна такая прям плескающаяся и теперь мне нужно выдавать здесь показать вот эти вот формы как бы как это волна к нам направляется показываю вот эти вот линии и здесь тоже прорисовать ее то как бы вдоль ее движения прорисовывают такие вот линии и точечки дальше нам нужно какой-то серый опять полу грей simple грей 8 и мы можем размывать этим серым и добавлять тоже новые точечки вот такие вот хаотичные тени чем ближе к нам тем больше мы должны это прорисовывать вот здесь вот мы почти ничего не прорисовываем там места нет что прорисовывать ну и мы то есть добавляем просто какой-то серый цвет чем ближе чем ближе к нам тем больше мы должны нарисовать вот этих вот пятен здесь я добавлю переход какой-то более плавный с ярко-ярко вот этого голубого а еще у нас есть такой цвет dark cloud биджи 52 он темный темный серый такой и тоже нам пригодится в каких-нибудь тенях например под волнами сам край волны показать вот здесь вот в самих в самих волнах тут собственно тени тоже может он быть цвет в общем что-нибудь затянуть он может какие-то контрасты добавить вот здесь можно показать направление движения волны такими полосочками здесь тень под волной можно показать вот здесь вот обязательно таким образом у нас получается более понятный понятно что это волна она ближе от того что он она больше проработана так и вот здесь вот можно добавить еще затянуть вот эти волны вернее не волны углать воды затянуть вот этим цветом и так же этим цветом можем добавить какие-то маленькие точечки которые в просветах воды участвуют и добавить вот больше теней вот эти вот просветы какие-то маленькие просветы добавить вот так вот работа оживает от деталей когда мы добавляем больше и больше прорисовываем передний план какие-то маленькие элементы работы становятся более живой да точечки там добавляем и она становится как бы переднего двигается прям к нам вот таким вот образом я бы добавила сюда еще больше синего вот этот угол это я имею ввиду хэйсблук били девяносто числе и вот здесь еще хорошо видно что ну и может этим синим прорабатывать также тени внутри волны внутри вот этих внутри пены и дальше это мой аква показываю направление движение волны тоже прорисовываю такие детали и теперь беру перси green и добавляю больше контраста вот в эти вот волны верни вот эти вот в эту гладь воды которая у нас под нашей главной волной добавляю больше контраста персиан через персиан green а теперь возьму цвет аква и сделаю более плавные переходы таким образом и теперь мне еще нужно более затемнить вот эту вот волну потому что она на дальнем плане она должна быть более темным чем остальные две поэтому я беру хэйсблук и ее прям вот практически полностью закрашиваю вот и опять возвращаюсь к пене в общем это история не одного раза несколько несколько таких слоев нужно сделать чтобы оно не казалось пластиковым чтобы был объем все время возвращаюсь и все время добавляю какие-то новые цвета новые пятна и она усложняется пена можно добавить здесь вот линии видно да можем тоже их добавить при помощи грейдинг добавить целые линии они сделают более интересную фактуру вот ни одной линии почему-то пока что еще не случилось справляюсь таким образом что еще можно туда делать это наверное более размыть небо можно на небо добавить немножко моря вот этого цвета g163 можно его немного добавить сюда можно проработать вот этот просвет да он пока что у нас немножко плоский мы можем его немного поработать на нем так взять нам нужен тот цвет который мы рисуем небо сначала им ввести контуры потом здесь я вижу еще фиолетовый можно взять в 14 и немножко складить скрасить края сделать более мягкий переход более плавный с облака особенно вот здесь вот через фиолетовый вот 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 и маленькие через который просвечивает сзади свет тоже детали на небе чем больше деталями работе тем и больше хочется рассматривать вот получается можно добавить детали внизу можно добавить детали еще на небе и этот цвет тоже нам может помочь затенить дальнюю волну любую волну вот дальше чтобы сделать здесь от ярко мы берем блендер блендеров хорошо заправлены блендер и вот так вот начинаем его высветлять вот этот участок чтобы у нас светился чтобы появилась вот это вот заветное блендерное размытие таким образом вот она начинает светиться здесь можем сразу взять еще вот этот цвет б53 и мы их как бы можем сводить вместе вот эти блендер и вот этот 50 и они будут размываться друг в друге очень красиво вот таким образом можем сюда еще розовый добавлять будут оставаться вот эти красивые переходы ну и когда он с розовый появляется на небе обязательно должен появиться в воде может вода все отражает поэтому сюда вот тоже добавляем этот розовый цвет вниз ну раз мы уже взяли за блендер можно им продолжать работать на волнах высветляя какие-то участки делаю их размывая их до таким вот образом хочется мне еще добавить с помощью с помощью вот этого в 14 добавить небо больше деталей то что я начинала делать вот здесь очень красиво это смотрится нужно продолжите добавить вот такие небольшие облачка вот образом вот достаточно проработаны наши наш передний план план плане маркерах теперь давайте вернемся к белой ручке которая нам просто необходима приставание маркерами белая ручка и что для чего она нужна нужна она для того чтобы показать нам на переднем плане все маленькие брызги мы сейчас нарисуем все вот эти вот волны которые близко были они конечно же брызгали нам нужно показать это чтобы волны были живыми и динамичными да рисуем если мы их не видим на референсе надо их придумать вот края во первых нужно проработать чтобы они были не гладкими волны краями всегда такие рельефные где-то где у нас вдруг они остались глазками нужно их сделать рельефными так и прорисовать всякие маленькие брызги детали тим образом здесь вблизи пена она тоже может заходить можем тоже прорисовывать такие перешейки между ну какие-то потерянные да какие-то тонкие кусочки пены поверх прозрачной воды тоже добавляя деталей то есть маркерами это сложно было бы сделать такие тоненькие линии да провести с помощью белой ручки мы восстанавливаем пену и за этой работой можно очень надолго зависнуть можно бесконечно добавлять эти белые точечки белые потом закрашивать белую ручку снова добавлять вот поэтому на какой-то на каком-то этапе обязательно нужно остановиться здесь у нас получился очень большой такой участок с прозрачности воды и обязательно тут будет вот эта пена поверх и красиво смотреться вот так вот здесь вот хорошо видно даже на референсе что здесь есть капли и брызги можно показать здесь можно даже такой штиховкой показывать я бы еще затемнила в этот момент надеюсь вот чтобы прорисовать более детально пену давайте возьмем в 14 это поможет прорисовать нам какие-то брызги и волны что подальше прорисовываем меньше но тоже можно прорисовать вот здесь вот какие-то брызги там можно просто линиями рисовать вот так вот да что волна брызгает чтобы край не казался ровным чтобы видно было что волна бурлит таким образом ну и задний план можно опять немножко приглушить ну вот примерно таким образом выглядит финальная работа иллюстрация маркерами вот буду очень рада если вы тоже порисуете со мной вместе по этому референсу такую иллюстрацию и всем спасибо за просмотры надеюсь вам понравилось надеюсь еще надеюсь что очень скоро все мы попадем на море до новых встреч всем пока до новых встреч всем пока до новых встреч и